А вы знакомы с замечательной сказкой Оскара Уальда «Великан-эгоист» в оригинально-английском языке? Именно так решил преподнести зрителям это произведение театральный коллектив «Лада» из Мурманска. В Апатитах в рамках 23-го межмуниципального фестиваля детского творчества «Овация» прошел традиционный фестиваль-конкурс драматических и кукольных коллективов «Театральная юность Хибин». Победители и всех лауреатов конкурса ждали достойные призы от главного спонсора фестиваля «Овация» в некоммерческой организации «Дрост Хибины». На конкурсе было представлено шесть спектаклей театральных коллективов из Мурманска, Кировска и Апатитов. Принцесса и принцесс меняли на сцене подростков и ангелов сценарии по классическим произведениям, сказкам, современной литературе в числе персонажей-зверей, сказочные герои, мистические существа и, конечно же, обычные подростки. Этому конкурсу, как и фестивалю, 23 года. И каждый раз его организаторы преследуют одну единственную цель, чтобы в наших городах появлялось как можно больше театральных коллективов, в том числе и школьных. Это мое кредо. Я никогда не проверяю детей. Я беру всех желающих. Я считаю, что каждый ребенок талантливый способен. Это причем не для красного словца. Просто у одного более яркие это выражено, у другого может быть менее. Потом через два года он так открывается и так раскрывается. Ну просто чудеса. Критерии оценки стандартное актерское мастерство, актерский ансамбль, то есть насколько слаженно ребята играют, и сценография спектакля. У каждого коллектива своя особенность. У одних вокал, у других хореография, а то и все разом, как в спектакле «Фантазия однажды в городе Н», который подготовили ребята театра «Юность Хибин» к 30-летию юбилея своего коллектива. Премьерный показ как раз и состоялся на конкурсе. Это добавляло волнение. Но с этим юные актеры справились успешно. Я просто настраиваюсь на спектакль и все. Я выступаю без очков, поэтому я не вижу ни жюри, ни их лиц, и мне не страшно. Я просто стараюсь не волноваться. Показы длились целый день до вечера. В отличие от коллектива «Юность Хибин», Кировский театр вдохновения привез на конкурс уже опробованный на зрителей спектакль. Спектакль будет довольно интересный, забавный. И переделан на современный монет. То есть даже маленькие дети поймут о чем. «Царевна лягушка» в современной обработке. Премьера этого спектакля состоялась за несколько дней до конкурса на сцене Центра детского творчества Хибины. И надо сказать, прошла успешно. Правда, здесь в качестве главного зрителя была строгая и профессиональная жюри. По итогам фестиваля лауреатами первой степени в тех возрастных категориях стали Театр Апатитской школы номер 15, Театральный коллектив Мурманской школы номер 22 и Театр вдохновения. Награды за лучшую мужскую и женскую роли достались Никите Клюшову и Ксении Пушкаш. А главный приз Гран-при фестиваля получил Театральный коллектив «Юность Хибин». Театральный коллектив «Юность Хибин»